Сегодняшнего гостя, основателя жанра юмористической фэнтези в России, Андрея Белянина. Дорогие друзья, аплодисменты, пожалуйста, нашему сегодняшнему автору. Андрей, ну прежде всего, огромное спасибо, что нашли время и, пользуясь случаем, хочу поздравить с недавним юбилеем. Я уверен, что наша аудитория также присоединится к поздравлению. Спасибо. Да, спасибо, так получилось. Я в буквоедах не выступал, пока в Зингере еще куда-то приглашали. На этот раз получилось такое приятное времяпровождение, была возможность добраться до Петербурга. Я всегда с удовольствием бываю в разгороде, когда мне хочется посмотреть снег, потому что у нас его нет. Просто нет, у нас сейчас плюс один в Астрахани. Тепло и можно наслаждаться. Мы наслаждаемся зимой, но у нас всегда тепло. Поэтому я никогда не знаю, как строить свое выступление, потому что каждый раз приходят разные люди. Ты рассказываешь, зависит от того, что им интересно, а бывают интересы порой очень-очень крайне разные. Я в сентябре выступал в Донецке, на Донбассе. И вот, как ни парадоксально, как писатель юмористической фантастики, как поэт, им не было это настолько интересно. Ну вот, когда неожиданно заявили лекцию об истории холодного казачьего оружия, мне столько народу набили в зал. И такое огромное количество женщин сидело, и я думаю, им тоже интересно, как убивают ножами, ради чего мы пришли, веселые люди. Но они пришли. И вот это была очень большая аудитория. Я подумал, что всем действительно людям нужно от тебя разное. Поэтому вы меня как-то ориентируйте вопросами в ту или иную сторону, мы сообразим, и я с удовольствием с вами часто пообщаюсь. Спасибо большое. Ну я думаю, традиционно начнем все-таки с творчества, с вопросов о литературе, о фэнтези. Но я также, конечно же, призываю вас, дорогие друзья, не стесняться, как только появляются вопросы. Смело поднимайте руку, и прямо с места, из аудитории можно будет спросить то, что интересует больше всего. Ну, мне вот очень интересно, как, Андрей, вы вообще пришли к фэнтези, и как сами фэнтези увлеклись, если можно, как, когда это произошло? Это две разных истории, я полагаю. Прийти я пришел в библиотеку, я читал сказки на каком-то этапе в библиотеке. Мне попался в руки Хоббит Толкина. Я до этого читал кучу сказок разных там народов, времен, эпох. И это для меня было просто открытием того, что вроде бы современный писатель, а оказывается, рассказывает сказки. Я думал, современные писатели в то время пишут только какую-нибудь серьезную литературу. Но у нас в Астрахани было положено, если ты серьезный писатель, то ты пишешь про Отечественную войну, бои в районе Ганюшкина и про тут Каспийских рыбаков. Вот, ни про что другое тебе писать не положено, тебя просто не сдадут. Поэтому это было такое открытие, несомненно. Вот. А первая серьезная вещь написалась уже после армии. Я отслужил на турецкой границе снайпером, вернулся. И работая в школе, мне приснилась сказка «Рыжей полосатой». Чего там, ну буквально первые полторы главы, да, они мне приснились. Я ходил с этой глупостью в голове, с этим гвоздем. Потом я просто сдался, и я за месяц написал сказку «Рыжей полосатой». Ее приняли в журнале юности. Вот как-то мне потом раз и предложили сразу работать. Будете? Вот. Вот вам деньги. Наслаждайтесь творчеством. Я подумал, что в этом есть какой-то кайф. То есть, нет, к сожалению, мой путь в литературу был абсолютно легкий. Я не... Мне не заворачивали рукописи, я не отбивал пороги издательств. Мне стыдно за это до сих пор, но, увы, я вот такой вот легкий автор в этом смысле. Легкий автор в смысле входа в карьеру, но что касается вашей работы, вы легкий автор или все-таки более структурированный и дисциплинированный? Занимаетесь ли вы творчеством какое-то специально отведенное количество часов в течение дня в специально оборудованном рабочем месте? Или вот действительно это может быть сон, который потом просто переносит? Как здорово! Мне нравится уход ваших мыслей. Я тоже хочу специально оборудованное рабочее место. Сейчас все больше авторов пишут там по дороге в Сапсане, допустим, заметками в телефон. Да, да, именно так. Если ты профессиональный писатель, я считаю себя профессиональным писателем, потому что я больше ничем, кроме литературы, на моей жизни не зарабатываю. У меня нет там фирм, наследства, еще чего-то, я не стою нигде на работе. Я сколько вот написал книжки, их купили, значит на эти деньги я живу. Все, ничего другого у меня нет. Поэтому это работа, при которой ты сам себе директор, ты сам себе начальник, ты сам себя способен отпустить в отпуск, не отпустить в отпуск. Вот, поэтому отпуска у меня нет, если я выбираюсь куда-то к друзьям на море. Обычно это, кстати, вот бывает, что просто там по звонку или по заранее договоренности меня забирают себе кубанские казаки. И так по черноморью, то в одно место, то в второе, где они там свои базы держат. И там, вот там, там хорошо. Там тебя поселили, поют, кормят. Ты там свой человек, ты братик, ничего делать не надо, отдыхай. Вот там, это мой единственный субстной вдох. А так все остальное время, каждый день ты должен садиться и что-то обязательно писать. Проза это такое, растянутая во времени вдохновение. Каждый день хотя бы две страницы. Ну, если две страницы в день, то это прям очень хорошо. Какие еще секреты? Стихи – это импульсивное вдохновение. Его не предугадаешь, его нельзя запланировать. Накрыло – вспышкой напишешь. Не накрыло – может не накрывать и полгода, и больше. Кто знает, как повезет. То есть, если прозу я как-то могу контролировать, то контролировать поэзию практически невозможно. А вы пишете, ну, скажем так, начали одно произведение, и пока не закончите, пишите его, или можете параллельно, скажем, там, встречать? Ну, вообще, в идеале, конечно, лучше начал одно, закончил одно, да. В идеале. Но периодически я помогаю молодым авторам. Просто как паровозом выйти в свет, дальше уже там как-то двигайся сам. Иногда бывает, что я написал книгу, ну, вот, допустим, те же альбомы по истории оружия, они пишутся параллельно. Потому что это книги для удовольствия, просто для души. Вот за книгу, там, шашка, кинжал, или сабли, или история грузинского оружия, я за эти альбомы получил зарплату в 50 тысяч. Год я их писал. Вот кто готов год работать за 50 тысяч? Я. Поэтому это вот для души такие вещи. Они не приносят прибыли это. Мне просто нравится нам. А помимо литературы с казаками, вы чем-нибудь таким занимаетесь? Вот таким нет. Вот именно таким прям точно нет. Странно, что женщина засмеяется. Он имел в виду боевые искусства, не что-то другое. Я заступлюсь за человека. Да, я веду лекции. Собственно, я единственный в России лектор по истории казачьего оружия. От Института Разумовского в Москве. Они периодически отправляют меня в командировки по разным городам и колледжам, где есть казаки. И я там для казачат, в казачьих учебных классах, я читаю вот эти вот лекции по истории старинного казачьего оружия. Потому что специалистов по этой теме у нас просто нет в стране. В принципе, нет как таковых. Не то, что они хотят, не хотят. Их просто нет. Поэтому всегда приходится приезжать, помогать, рассказывать. Раньше чаще приглашали. Я вел мастер-класс по непосредственному владению казачьей шашкой. Но сейчас это реже, потому что для этого уже не просто там классно. Нужен спортзал с высоким потолком. Ты там поднимаешь оружие как-то, чтобы не расцарапывать. Я дом от Виллюста разбил. Меня уже не допускают до такого махания. Поэтому, да, иногда я и не только с казаками отдыхаю. Спасибо. Пожалуйста, спрашивайте. Скажите, пожалуйста, вы больше как автор юмористического фэнкзи. То есть основное, наверное, основное воспоминание ваших книг это что-то легкое, веселое, Лана. Как появилась Лана и почему она так разительно отличается от всего? Ну, вы абсолютно правы. Основное количество моих книг это, да, именно юмористическая фантастика. Так сложилось. Лана, не знаю, мне просто, я написал что-то иное. Написался за полтора месяца, я лечился потом почти полгода на антидепрессантах. Вот, а написался на быстро. И эта книга провалилась сразу, мгновенно, во всех продажах. Потому что, да, вот как вы справедливо удивляетесь, все привыкли к тому, что Белянин пишет смешные книжки. А тут совсем не смешная. Но прошло полгода после того, как она провалилась, она стала редкостью, теперь ее все бегают ищут. Вот, а найти уже невозможно. Последние со склада в издательстве мы выкупали, что-то год назад по 50 рублей из слива, чтобы их просто не сожгли. А продавались они потом по 500 сразу, в течение двух дней все. Потому что эту книжку достать действительно нельзя. Я не могу сказать, почему так получилось, какая часть меня захотела рассказать другую историю, историю вообще без смеха. Но, в общем, знаете, со смешными историями жить легче, оказывается. Честно. А вы когда книгу вытащите, вы из себя представляете читателям? Нет, к сожалению. Ну, я не знаю, очень трудно представить себе будущего читателя, честно. Мне как-то проводили рейтинг по книгам. То есть, по возрасту читателя. Получилось от 7 до 65 где-то. Вот в этих критериях. И в этих критериях очень трудно угадать своего писателя. А читателя, вернее. Я единственное, что могу точно сказать, один раз меня мои читатели, ну, они вообще веселый народ тоже. И мне было очень забавно получить письмо из Узбекистана. Вот тогда как раз вышла трилогия «Багдадский вор». Я писал. И там письмо из Узбекистана мне пришло с большими благодарностями, там, рахметами и так далее. Но оно заканчивалось словами. Андрей Джан, мы не понимаем, почему ты скрываешь, что ты узбек? А так хорошее письмо. Я не скрываю, что я узбек. Ну, я не узбек. Собственно, я под многое могу косить, но узбек мне сложно будет изображать. Честно. На самом деле я не узбек. Ну, там же в письме с акцентом все равно ему не ответишь. Но пришлось повиниться. Сказать больше не буду. А вообще писать национальную литературу мне, собственно, всегда было достаточно интересно. Именно потому, что, как я говорил, я с детства привык к сказкам народов. Это вот огромный пласт советской русской культуры, которая нынешне, слава богу, вроде бы начинает где-то проявляться. То есть можно найти там чеченские сказки, казахские, узбекские, грузинские. А я на этом вырос. Поэтому мне очень легко было и интересно вот с этими народностями играть. Скажите, пожалуйста, а когда вы пишете новую книгу, вы всегда следуете какому-то четкому плану и знаете, чем конкретно закончится история или к чему придет? Или бывает, что история и герои начинают как-то видоизменяться и жить своей жизнью в процессе работы? Я знаю точно. Я абсолютно точно знаю, начиная новую книгу, я знаю, что в конце герой не умрет. Вот это у меня клише какое-то, я точно знаю. Не умрет он. Это точка А и точка Б. А вот все, что между ними, это, знаете, темный лес. Это степь ночью. Я пошел, и хорошо с ним головой только звезды. Нет, этого никогда не знаешь. Я искренне уважаю, там, допустим, на своего приятеля по фантастике, там, Романа Злодникова, потому что он всегда составляет четкий план. Он знает, сколько у него глав, куда пойдут герои, как зовут, что они будут делать. И только после этого он садится и быстро все записывает. Вот. Но он военный человек, у него другой стиль планирования. Я просто иду, как на танке. Что там будет впереди, что будет дальше, неизвестно. Но хотелось бы, чтобы герой не умер. Пока мне удавалось. Игорь Олегович. Спасибо, пожалуйста. А как же насчет «Казака в райю» и «Казака в азоне»? Они выбирают в первой книге? А в начале? В начале. Ага, ага. В начале они сразу умерли, и у них начались приключения. А это не значит, что я не соврал, когда он сказал, что герой не умрет в конце, да? И в конце они... Поэтому с самого начала пускай. ...оба живые. То есть наоборот. Ну, видите, да. Вы сами ответили на свой вопрос. Ничего сложного. Спасибо, пожалуйста. Андрей Ильич, продолжайте. Это вот сам план, когда продолжение, когда то продолжение, когда это продолжение. Не знаю, честно. Конечно, по идее оно должно быть. Должно. Но сейчас оно не сложилось. Сейчас меня переклинили какие-то другие вещи. Гранича вообще достаточно сложная штука. По всем параметрам. Я когда писал «Честь Белого Волка», четвертую книгу, по-моему, да? Нет, третью. Третью книгу из этой серии. Вот. Я написал первый, там, по-моему, страниц 30. Потом сел, думаю, что ж мне так нудно-то перечитался. Господи, какая дрянь. Какая скука. Кто это будет? Все, нафиг. Не могу. Плюнул и сел в течение, там, двух месяцев. Написал первый лис. Мой учитель лис. И, довольный, все лис отправил. Думаю, так, ладно, что я тут? Господи, да нормально все написал. Где у меня что-нибудь со мной было в тут момент? Не знаю. Сел, написал до конца. То есть, гранича сложная. И когда оно? Самый худший вопрос, это планка на продолжение тайного сыска. Потому что, вот, иногда кажется, что да, прям, все все понимают. Но все равно, что-нибудь, но продолжу. Пока мне хочется рассказывать другие истории. Хотя, вот как мы сегодня с Дмитрием говорили, это печальный момент. Я в декабре выпустил книгу о яжмагах Петербурга. И ее нет в буквоедах. И просто не завозят. Он лежит на складе, даже у нас, у издательства в Москве. Я думал, я приду здесь, в яжмаге. Я уже второго яжмага сдал. Не только в буквоедах, позволю себе вопросов. Вообще нет, в Петербурге книжа мага в Петербурге. Это вот, да, было как-то немножко горько, даже честно. А в интернете есть? Да, наверняка. Литрес торгует, там этот, читай город, нет. Книжный лабиринт есть. Ну вот, ура, все бежим на книжную яблоку, да? Нет, чтобы прийти в магазин культурной среды, да, все прекрасно. Взяли книжку с полки, подписали интеллигенту. Будем срочно, срочно исправлять. Срочно, да. Я тогда еще раз просто приеду поставить автограф именно в этих книгах. Потому что тема неожиданно мне оказалась очень интересной. Ну, это не ново, то, что там в разных городах России существует, или на, не знаю, там, магическая, полумагическая, чародейская среда, в которой люди живут, но это серьезная среда. Яшмак – это примерно то же, что яшмать. Яшмать – это стало мемом. И если вы зайдете просто в интернет, забьете, там, яшмак, ВКонтакте, вы найдете, это группа людей, которые сидят и занимаются, ну, здравствуйте, здравствуйте, мы яшмаги. А вы можете по фотографиям не сказать, что меня ждет? Можем. Вот, судя по фотографии, на вас какая-то порча. Вам надо обратиться к специалисту. Не-не, мы сами не лечим, мы яшмаги, мы к деньгам не прикасаемся. Вот вам отдельный интернет-адрес, туда идете, сошлитесь на нас, к вам хорошо отнесутся, заплатите, с вас точно уберут порчу. Вот про одного из таких веселых аферистов Санкт-Петербурга. Это книжка. Да? Вопрос. А будут ли подарочные издания? То же самое, под одно можно допустим? Здесь, видите, вы задаете вопрос писателю, а это к издателю, да? То есть я не могу сказать даже, там, какой плотности бумага у меня будет. Ну, хорошо, мне повезло еще, там, Илья Воронин, мы с ним много лет работаем, художник нашего издательства, он, как правило, присылает мне эскизы. И учитывая то, что я сам заканчивал художественное училище, иногда я могу сказать, да, Илья, мне вот это, мне надо вот по-другому сделать. Как по-другому? Я тебе сразу рисую, как по-другому. Если у нас совпадает идея, то прекрасно. Вот ученица царя обезьяны, он мне прислал идею, там, просто два человека шли по Заснежному Саратову. Я говорю, нет, так нельзя, здесь нет девушки, значит, слово ученица не ложится. И нужно, чтобы царь обезьян все-таки был похож. Поэтому там появился парень в позе Будды, сидящий на шесте. И сразу это дало какую-то игру. Но предполагать юбилейный, не юбилейный, подарочный, с золотым переплетом, это, к сожалению, явно не ко мне. Тут я ничего не могу решить. Спасибо. Это вопрос или на писателях. Пожалуйста. Складываются ли у вас какие-то отношения с вашими героями? Чувство ответственности за их судьбы? Ах, как вы вот так закончили, складываются ли у меня отношения с моими героями. Красиво можно было разыграть. Я, я, хорошо, давайте посерьезно, вот это ладно, не буду лишний раз подставляться. Дело в том, что практически, учитывая, что если ты пишешь фантастику, тебя заведомо уже считают, что ты все врешь. Сразу, я объясню почему. Ну, потому что, наверное, фантастика, все знают, что человек все придумал. Вот здесь написан исторический роман, все думают, а вдруг он на самом деле что-то знает. Вдруг этот автор на самом деле знает, что перед Куликовской битвой Дмитрий Донской сказал своему боевому коню на ухо. Вдруг он действительно в курсе. Такой информации нигде нет, но в тексте ее автор вывел. Он придумал, но он написал исторический роман, его никто не ругает, его не говорит, ты врешь. А в фантастике ты сразу как бы врешь. Предупреждаюсь таким образом максимально честно. Поэтому для меня наиболее простой и приемлемый способ – это бесстыжие использование прототипов. Я их беру отовсюду, где они мне встречаются. Хорошие люди, плохие люди. Вот из «Багдадского вора» Лев Аболенский, он простил меня только к третьей книге. Потому что я у него спрашиваю, Лев, мне образ кажется подходящим, им хорошо ложится, я тебе возьму книжку. Он говорит, ну что, ну пожалуйста. Через два или три года мы там встречались. Он говорит, знаешь, я работаю на крупную торговую компанию. И вот если раньше я приезжал куда-то, и меня встречали, и мне говорят, ну да, ну как вы там, Лев Аболенский? Ой, что-то мы слышим, там, Корнет Аболенский, седлайте коня, заходите, давайте поговорим как аристократы. Только теперь, Лев Аболенский, «Багдадский вор», и вы пришли к нам с коммерческим предложением. Очень интересно. Вот, поэтому, да, отношения с прототипами бывают действительно долгие, яркие, насыщенные, разнообразные. Ну, чаще всего это приятное. С прототипами, а все-таки самими-то героями, с личностями героев, как складываются? Душе, мысли? Ну, каким-то я позволяю просто идти своим путем. Вот, слава Богу. С какими-то мы остаемся на достаточно долгий срок. Вот, расстаться с Бабой Ягой оказалось невозможно. Никак. Бывает, что герой абсолютно, с твоей точки зрения, ну, не то, что проходной, но он обычный. То есть, вот, если обратите внимание, я тут читал «Тайный сыск». Все, да? Вот там есть книги, где можно обойтись без еремеевцев, без царя, без царицы. Там без дьяка нигде нельзя. Дьяка, все, это заноза, которую не выковыришь. Он отрицательно комедийный писаж, его не уберешь. Я его даже в силу их отправил, и все равно там оказался дьяка. За границу уехали, и все равно там оказался дьяка. Без дьяка никуда. Вот, когда такие персонажи попадаются, да, они уже живут зачастую вне желания автора. Это правда. Да, пожалуйста. Андрей Олегович, сегодня 28 января. Это день памяти Осипа Александровича Бродского. И так сложилось, что в вашем творчестве тоже есть пересечение с этим поэтом. И в прозе герои пользуются манерой Бродского. Формазон в «Пояжении ведьмей». И в поэзе у вас есть посвящение. Есть несколько, да. Скажите, пожалуйста, насколько важны эти диалоги с ушедшими для творчества? Насколько они значимы? И кого из таких людей значим для вас? Вы в своем творчестве отмечаете? Ну, я отмечаю несколько человек, это несомненно. В поэзии, да, поэзия Бродского мне очень близка, это интересно. Несомненно, я узнал о нем еще, когда Бродский не был разрешен у нас в стране, и мне давали его почитать на перепечатках, на пище бумаги. Первые репринты, вот тогда вот еще можно было читать. Школьные годы, наверное, где-то, школа колхоза. Ну, лет 7-8 я таскал с собой на летние трудовые работы, а мы уезжали там на 3-4 месяца студенты. Вот, только одну книжку Лермонтов «Проза стихи». То есть Лермонтов был, несомненно, также очень важным и значимым автором впоследствии. Вот, из прозы, ну, опять-таки, возвращаясь немножко назад к поэзии, еще Денис Давыдов. Мы с ним крайне весело поиграли в свое время. Меня уволили из Дениса Давыдова в свое время. Ну, я расскажу еще попозже эту историю. Вот, Гоголь, Гоголь, прочтя где-то, по-моему, в третьем классе, я выиграл в книжном магазине, в литерейку, беспроигрышную тонкую книжку Гоголя «Ночь перед Рождеством». Я был в полном опоении. Поэтому, когда первый раз я появился на Украине, в Киеве, 15 лет мне было, я на суржике болтал, не глядя. Абсолютно свободно. Вот, Гоголь, Булгаков, это, несомненно, были большие потрясения. Это такие знаковые авторы, которых действительно я в своих книгах в той или иной мере пытаюсь вернуть. То есть, читателю и Лермонтова, и Гоголя, и других. Ну, там, определенность всегда художников, музыкантов, они также имеют свое значение. А про Дениса Давыдова там было и проще, веселее. После армии я работал в общей образовательной школе, преподавал рисование. Мне тут же, как молодому специалисту, сучили классное руководство. Я брыкался, но мне сказали, партия зовет, надо. Вот, и на 9 мая в конце года все классы должны были выходить с речевками, с плакатиками, с этим. Всех пионеров-героев и молодогвардейцев уже разобрали. Я спросил, кого, мне нечьим именем назвать класс. Сказали, возьми кого-нибудь, кто тебе нравится, действительный герой. Ну, не обязательно из истории Отечественной войны. Я говорю, подожди, Денис Давыдова можно? Он же разрешенный герой. Мы сказали, ну, что, Денис, поэт, партизан, да, разрешенный, почему нет? Вот. Но когда на 9 мая у нас сидели ветераны, партийные деятели, руководство школы с какими-то приглашенными гостями из районной, проходят все эти геройские ребята, там молодогвардейцы, вали котики. Патриот имени Дениса Давыдова. Идет и скандирует. Я люблю кровавый бой. Я рожден для службы царской. Сабля, водка, конь гусарский. С вами век мне золотой. Пятиклассники. Вот, все. Закончилось 9 мая. Праздники кончились. Пишите заявление, Андрей Викторович, по собственному желанию, пока мы вас не выперли по статье. Детям он саблю водку и царскую службу. Ну, что, прекрасная цитата, хороший поэт, разрешен был нашей историей. Так что, да, вы правы. Они имеют значение до сих пор. По стихам, если сравнивать ваши сборники, «Посток медведей» и «Тринадцатый апостол», они разные. Они настолько разные по энергетике, что ли, по наполнению. Если «Посток медведей» более романтический, что ли, более лирический, то «Тринадцатый апостол» считался очень тяжело. И в некоторых моментах, и со слезами на глазах, я до сих пор помню ту встречу, когда вы подписывали эту книгу, сидел и рыдал за барной стойкой. И почему вообще такой вот диссонанс? А мы не вместе сидели и рыдали за барной стойкой. Я бы сказала. Да. Вот почему такой диссонанс? И второй такой вопрос, наверное, личный. К вам можно попасть на разбор творчества? Не надо получить от вас нагоняя или, наоборот, советы? Я веду Астрахнюю литературную студию два раза в месяц. Бесплатно. Но это в Астрахнюю, да. Я могу вам оставить контакты редактора. В крайне редких случаях я иногда берусь за разбор чужого романа. Но в крайне редких. Потому что отнимает это массу времени. Ты и вынужден забрасывать свои книги. И поэтому я не буду врать, что это прям легко. Вот так. Я вам за пять минут все рассказал, объяснил и так далее. Вот, возвращаясь к первому, ну, пастух-медведи собирался от, если я не ошибаюсь, возраста 16-17 лет. То есть я был достаточно юным молодым человеком. Вот. Пастух – это стихи, несомненно, более взрослого человека. И я, ну, я бы боялся тех людей, которые вот в 15 лет у него такая веселая и легкая характера. А сейчас он 55, и он не изменился. Вот, по-моему, у него что-то с психикой тогда не то. Так что, да, я, разумеется, изменился и в плане прозы, и в плане стихов, и стиль рисования, и да, и да, и все, все, все. Каждый раз мы меняемся. И просто я пытаюсь относиться к этому спокойнее, без переживания. Ну, а то, что пастух – более сложный сборник стихов, да, это совершенно верно, это так, все правильно. У меня, в принципе, веселых стихов нет вообще. Есть одна история, но это не веселый стих, это, скорее, веселая история. Вот все вы знаете, как современный автор может что-то украть у автора умершего, да? Ну, то есть, ты пошел и переписал там, знаю, не знаю, кусок из стихотворения того же Есенина. Записал себе сборник, назвал своим, выставил. Тишина, а ты что-то украл, заметили, не заметили, у меня украл мертвый поэт. Вот в чистую. Я написал трилогию «Багдадский вор», там использовались рубаи Амара Хаяма. И через какое-то время, два или три года, ко мне издатель в соцсетном обращении говорит, «Андрей, нужно срочно все переделать, потому что вышел закон об авторских правах, и хотя Хаяма давно нет, но переводчики живы. Ты использовал их переводы, теперь больше мы этого не можем брать, потому что таким образом мы воруем их интеллектуальный труд». Ладно, сказал я, хорошо, и просто переписал все заново. Я умею писать стихи, это несложно. Но по тексту одно рубаи, по смыслу, я нигде не мог найти, поэтому я придумывал его сам. Холодный плов, безвкусный плов, но не хули его, Быть может, завтра в твой казан не бросит ничего. Мне нужно было по тексту именно это. И вот буквально два года назад я узнаю, что это мое стихотворение, есть в куче сборников Амара Хаяма, вышедших сейчас, потому что люди собирают эти сборники, выкладывают в сети, в интернетах, в клубе поклонников Хаяма, и мое стихотворение названо одним из любимых у Хаяма. И бракатце, собственно, что? Вот пришел давно ушедший поэт и спокойно забрал у меня стихотворение. Отжал, не глядя. Так что вот такое скорее бывает. Скажите, пожалуйста, насколько меняется все-таки ваша аудитория? Так же взрослеет ли она, становится притязательной, серьезной? Замечаете ли это по какой-то критике, возможно, по обратной связи на свои произведения? Нет, я не заметил бы изменения аудитории в этом смысле. Нет, честно говоря, очень трудно. Мне раньше казалось, когда я первые книги писал, я был уверен, что меня читают только мужчины, а не читают женщины. Потом вдруг оказалось прямо наоборот, мне выдали статистику. Потом снова опять. И вот эта вот цикличность. В общем, я понял, что я автор вне градаций гендерных, и прекрасно может читаться. Женщины читают мои книги по истории оружия, мужчины спокойно читают мои детские сказки или поэзию. Здесь нет глобальной градации. Это даже, как сказать, не ко мне. Посмотреть на зал здесь весьма разновозрастные люди сидят. Поэтому, видимо, все-таки на каждый возраст что-то находят для себя. Просто неизбежно сталкиваешься с расхожим мнением, что все-таки аудитория фантастики, фэнтези – это более молодая аудитория, но при этом неизбежно эта аудитория также взрослеет и становится более взыскательной год от года. Ну, взыскательность вообще хорошее качество. Если тебе пишет читатель где-то на контактах по возможности, и читатель находит у тебя ошибку в книге, ты безумно благодарен, ты рад, потому что этого не увидел ты, этого не увидел редактор. И за это необходимо быть благодарным. Я всегда говорю большое спасибо. Да, вот я написал, что это дымный порох, а мне читатель доказывать нет. Судя по тому, что вы описали, это будет не дымный порох, а бездымный порох. Какие-то совершенно там, не знаю, у меня прекрасный редактор Татьяна в Москве, Татьяна Стельмах, возрастная, приятная женщина. Я пишу о том, что главный герой в 19 веке, он заходит в модный магазин, там убирают верхнюю одежду, штаны, рубашку, красивые сапоги из желтой кожи, напишет, нет, нельзя, сапоги из желтой кожи в 19 веке носили, только конюхи и лакии. То есть дворянин не мог одеть сапог из желтой кожи. Вот за такие все моменты ты благодарен редактору. Бывает, конечно, когда... Я не знаю, как сказать там. Ну, когда вы с редактором находитесь на разных культурных пластах. Вот Татьяна Стельмах, она очень культурный редактор. У нее поволжские немцы, вроднее. Когда она мне пишет, Андрей, а вот у тебя фраза в богданском воре. Мокрая кошка и влажная киска не одно и то же. Это что? И я не понимаю, как я ей объясню. Потому что, ну... Я пишу, Татьяна, ну примите просто как данность. Оставим это. А там какой-то юмор? Да, Татьяна, скорее всего, там есть юмор, но я не могу. Вы старше меня. Мне трудно вам это объяснить. Давайте мы просто это отставим. И пусть. И вот какие-то такие моменты. Ты понимаешь, что разные культурные слои с редакцией порой тебя приводят в такие вот страшные дебри. Спасибо большое. Еще вопросы, пожалуйста, дорогие друзья, у кого появились. Девушка на первом ряду, давайте. Ну, давайте. Хорошо, но все равно. К вам еще обязательно вернемся. Вы наследируетесь. Пожалуйста. Я по поводу рассказов, которые вы делаете сами, то есть лично, по поводу начитывания книг. Не ожидается еще, совершенно не случайно, ничего? Вы знаете, на самом деле просто, ну... Начитывание книг приглашают же профессиональных актеров. Да, ну, у вас не все не вызывают вас, что тут классно. И не сахарцы слушают. Я польщен, спасибо. Но издатели, у них все-таки, наверное, какие-то свои тараканы в голове. Я и эти-то две книги озвучил совершенно случайно. Просто ради эксперимента меня пригласили, мы поразвлеклись и все, собственно. Мне предложили сейчас в Москве, в аудиокниге, сделать как раз выборку из лучших стихов, читает автор. Но предложить-предложить, вот мы год никак не можем состыковаться, чтобы у меня было в Москве достаточно долгое время, чтобы приходить туда и читать. Потому что читать можно не больше двух часов в день. Я уже знаю, я дважды срывал горло. Вот, потом очень тяжело. Если получится, да, с удовольствием. Почему нет? Мне, в принципе, эта идея, она меня не отталкивает, в общем. Я с удовольствием бы сделал. Тем более, что если вы, может быть, смотрели, выходил такой небольшой сорокаминутный коротенький фильм в Чехии, казачьей сказки, где вот, да, они также начитаны полностью мною. Вот, и несмотря на то, что, конечно, работа с Чехами была жутко сложна, мы все-таки как-то сумели это начитать и довести до конца. Пожалуйста. Персонажем, меня с персонажем. Менький Зыгни главный герой. Это тот неловкий момент, когда ты уже нарисовал себе образ, потом у него, не знаю, полосы. Наверное, первый вопрос, который возник, когда я увидела вас, это вы, вы себя его писали. Да, я писал его себя, но я не понимаю, почему, собственно, этот неловкий момент, там вроде самого начала указано, что усы. Это они их на обложке не нарисовали. Да. Это я потом разбирался. Вот это, опять-таки, что мы говорим там о редакторской работе или о других взглядах. Я спрашиваю, почему на обложке нет. Мне говорят, Андрей, тебя читает молодежь. Молодежь массе без усы. Поэтому мы решили, что героя следует убрать. Усы просто, чтобы он был ближе к молодому читателю. Мне изображают Сабрину, которая брюнетка рыжей. Я говорю, почему рыжая? Потому что наш коммерческий одержь в чём, что вампиры и ведьмы должны быть рыжими, не чёрными. Но подтексту же она брюнетка? Нет. Мы вот сделали так. Потом уже в переизданиях они добавляли усы и прочее всё. И даже сейчас, что меня периодически развлекает, в интернете вы можете найти группу под названием «Усы Белянина». Там ребята развлекаются вот подобными картинками, баймами и прочим. Я их не обижаю. Хочу вам сказать огромное спасибо за вашу акцию, потому что благодаря вашей книге и сестру через год я в принципе в 12 лет начала читать вообще, за что я до сих пор очень благодарна. Мне интересно, а что у вас так новило за «Демон по вызову»? «Демон по вызову» — это достаточно редкая книга для меня, потому что это не книга юмора, это книга сатира. К сатире, как уверяют, рано или поздно приходят все юмористы. То есть вот все мы начинаем легко, весело, а потом становимся жёлчными, язвительными, и все переходим с юмора на сатиру. Я очень надеялся, что у меня это не произойдёт. Но вот в каких-то вещах, в каких-то, к сожалению, да, это произошло. А писалось это просто... Ну, я встречаю разных людей, и мне на каком-то этапе показалось, что вот этот человек с этим образом мог бы что-то мне дать не в плане имени и фамилии, а психологии. То есть там поставлена книга вся на чёрном юморе, полностью от наоборот. Если там в реальном мире мы улыбаемся и дружим друг с другом, то в том мире мы должны друг друга бить и не уважать. Вот. На этой игре всё построено. Оказывается, даже при этих ситуациях, даже при тотальной разнице человеческих психотипов, люди всё равно могут находить взаимопонимание. Собственно, вот там вся книжка именно об этом, не о чём-то другом. Тяжело говорить серьёзно о книгах, но ладно. Пожалуйста. Олег Олегович, некоторое количество времени назад на экранах выходил фильм «Записки из Астрахани» с вашим участием. Да, было такое. Где вы выступили не только в роли эксперта и экскурсовода, когда это заители этого времени, но и фактически воспеватель любимого города. Но поскольку вы, как писатель, много ездите, бываете в частности по югу России, появились ли в вашей копилке ещё какие-то места, о которых вы с удовольствием могли рассказать? Вы знаете, с одной стороны, да, мне очень нравится потом, впоследствии, писать о городах, где я был, которые я как-то по-своему для себя открыл. То есть вот Бесогон, Архангельская область, Русский Север, я был несколько раз как раз там и в Архангельске, и на Рафаминске. Дальше я смотрел разные людские психотипы. И это всегда было интересно. Это проявилось. Мне дважды приходилось бывать в Екатеринбурге, и это не проявилось никак, тем не менее, пока. Вот в декабре я выступал в Тольятти, там ставили спектакль по книжке, Гаврюша и красивый меня пригласили, как по чёрному гостю. В общем, то, что на сцене, и то, что в книжке, там только двоеви не совпадают. Гаврюша и красивый, и всё. Всё остальное сценаристы, актёры сделали сами. Поэтому я даже не знал, зачем я выходил на сцену, но было забавно. Но я оценил разницу восприятия людей. Мне говорили, вот у нас в Тольятти, у нас прекрасный город, у нас итальянское название. Действительно, Тольятти, это назван в честь итальянца-революционера. И поэтому у нас хорошо жить старикам и детям. Я на каком-то этапе это понимаю. Я вижу, ёлочка стоит, дети проходят там на спектакль бесплатный, и ведут этих кадетов Росгвардии вот эти оранжевые беретики, у кого-то уже медальки с значками, всё сурово, и ребята такие привели, сфотографировались ёлки. Им руководитель говорит, ну всё, котики, котики, пойдёмте на спектакль. Котики! Вот эти мордовороты, которые готовят, это котики у вас? Боже, как вы относитесь к детям? Я тут же вспомнил Екатеринбург, а там была прямо противоположная сцена. Я шёл по улице, воспитанница вела детей за ручку. И вот она обернулась, и это было бы буквально всю улицу. Таня, возьми за руку Машу, если не хочешь сесть в тюрьму. И я думаю, блин, как по-разному у нас в разных концах страны детей воспитывают. Тут с детского садика тебе дорогу указывают, если пойдёшь не туда. И это душевно, мне это нравилось. Я не знаю, у вас сложнее, но для меня первым потрясением Питера, это несколько лет назад было, я вышел ранним поездом, тоже приезжал из Москвы, и бросил вещи, и чисто физиологически пришлось зайти в туалет, вокзальный захожу, а там сидят бомжи и пьют кофе на кофе. И у них у кого Солженицын, у кого Бродский, чашечки, грязный в свинину, на кофельном полу, красота и божественный аромат на весь туалет. И ты понимаешь, что ты попал куда-то в другое место. Это иное измерение, это не как у нас. Это не как там он говорил в деревню в тетке Глуши Саратов. Нет, Глуши Саратов совсем другое. Глуши Саратов это город интеллектуальных скульптур. Это иногда просто, мне приходится переезжать, переезжать через Саратов, Астрахань, Москва, и я поражаюсь иногда тому, насколько серьезные, глубокие люди там живут. Если кто-нибудь из вас заглянет в интернете памятник Ленину в Саратове, на главной площади, вы поразитесь. Это можно не смотреть прямо сейчас. Я пока расскажу. Поверите на слово, потом посмотрите. Там Ленин, вот нигде, везде есть Ленина, да? Вот там Ленин вот так стоит, показывая путь двумя пальцами, вот так вывернув руку. И у него широкие развернутые плечи. И кубики пресса сделаны. И за счет того, что, ну, видимо, это пытались сделать край жилета, но получилось, как отвернутый край брюк верхний, без пуговицы. И вот так вот показывает на надпись, на противоположной стороне площади, я выбираю спорт. Они серьезные, они серьезные, они не парятся. Молодежь, возможно, не знает, но есть чудесные песни, большинство, только, знаете, огней так много золотых на улицах Саратова. Парней так много холостых, а я люблю женатого. Они поставили памятник этой песне. Он стоит в центре города, там мемориальная табличка, что это памятник, посвященный этой песне. И там стоит молодой человек с букетиком. Понятно, да? Вот. И это ложится на песню. А я люблю женатого. Мне все равно, кого ты любишь, парень с букетиком. Но куда смотрело твое руководство? А потом я понял, куда смотрело. Если пройти по этой же площади немножко вниз, ближе к цирку, то там сувенирный магазин. Я не знаю, как это считается у вас, потому что в разных городах России разный фольклор. Мы, астраханцы, понимаем это однозначно. Магазин саратовских сувениров называется Саратовская теребонька. Вот чем и как теребонька и саратовцы, я теперь знаю, я был. Если сувениры. В общем-то, не для теребонька, не как оказалось, а просто. Но магазин назван именно так. И трудно здесь какую-то сторону выйти. И да, поэтому я дважды писала Саратов в своих книгах. Я возвращался к этому городу. Там было интересно. Ну вот как-то так вот. Спасибо, дорогие друзья. Еще есть возможность задать несколько вопросов. У нас немного времени осталось перед тем, как мы перейдем к автограф-сессии. Давайте, пожалуйста, три любые вопроса на ваш выбор. И мы действительно перейдем. Можно все подписывать. Можно, пожалуйста? Конечно. Ваши книги очень плотно дополнены юмором, жизнелюбием. правильно ответили, что последнее издание все еще не скатывает свою черную сатиру, которой большинство юмора современного и информационного пространства наполнено. И мне хотелось бы узнать, откуда вы берете вдохновение для этого. И случаются ли такие кризисные моменты, когда совсем не хочется шутить, писать в чем-то жизнерадостном, но приходится как-то с этим справляться. Ну, разумеется, как у всех человек, у меня бывают перепады настроения, тоска, печаль и прочее, а писать надо смешные книжки. Мы все живем в едином мире, я не живу в изоляции, естественно, поэтому все те же проблемы, которые возникают у вас, скорее всего, в той или иной мере были у меня. где-то иногда именно книга помогает тебе выйти, потому что у меня есть счастливые качества психики, я забываю то, о чем я написал, почти сразу просто написал. И когда бывает, да, вот у меня, не знаю, период тоски, стресса, чего-то, я просто подхожу, там, не знаю, взял книжку, с полки открыл, читаю, блин, а смешно написал этот парень. А не так, все оказывается и ужасно вокруг. Вот. Ну, а откуда, почему? Ну, вот мы сейчас поговорили об этом, да. Я могу привести еще один пример, тогда я еще не был запрещен на Украине, я был в Одессе зимой, так же вот зима, Приморский бульвар, стоят пушки времен Крымской войны, проходят туристы, ходил я, фотографировал то, что мог, меня фотографировали. Ну, вот я сел на одну пушку, чтобы меня сфотографировали. Мимо проходят две женщины, пожилые. Одна толкает другую, говорит Антон, смотри, он сидит на пушке. Я не знаю, может быть, он сидит на пушке. Вторая ее молча уводит, говорит, да нет, ну подожди, он же сидит на пушке, боже мой. Ладно, я уже напрягся, потому что я не знаю, что меня ждет. Та ее тащит еще сильнее и кричит едва ли на полу улицы. Ну и шо ж он сидит на пушке, посмотри, сколько ему лет, откуда ему знать, что такое простата. Вот и все. Поэтому потом трудно писать тяжелые вещи, да? Так вы на концерте сегодня. Я вижу. Спасибо, приятно. Давайте. Пожалуйста. Я уже думал, вы прям совсем глубинное будущее для всех. книжек ожидать. Я не могу сказать, что ждет, потому что, ну, всегда трудно заранее что-либо говорить, но наоборот, очень легко насмешить Господа своими планами. Он тоже веселое существо, видимо. Вот. На данный момент я написал где-то 15-16 страниц новой книги о приключениях питерского Яжмага. Вот. Так что, вот, ну, возможно, я ее как раз постараюсь в ближайшее время к весне доделать, сдать. Потом я собирался описать продолжение Линейцев, но книга будет называться уже Конвойца, видимо, продолжение приключений тех же героев в Пекле Кавказских войн. Ну, если там можно найти что-то смешное. Ну, находится. Пожалуйста. Андрей Олегович, вчера в вашей группе ВКонтакте было опубликовано стихотворение. Там говорится, что вам в Петербурге в Сластье... Да, это я вчера написал. Да. А почему в Петербурге именно по-немецки ну, или еще 27 января? Я не задумываюсь о датах, честно говоря. Вы уж простите. Если пытаться привязывать вот так вот я в Петербурге 27-е, ни слова о немцах. Нет, я немножко свободнее смотрю на жизнь, честно говоря. Стихотворение вовсе не о немцах и не о 27-ом. А перед этим было вообще 24-е января. Если не все знают, да, 24 января день моего рождения. Мне исполнилось 55 лет. Это день геноцида русского казачества. Одновременно. То есть я праздную день рождения, когда все мои друзья находятся в трауре. Поэтому вы уж простите, но творчество, оно более свободное, чем какие-либо привязки к цифрам, да, там, или чего-то еще. Андрей Олегович, спасибо большое за свой... Спасибо, очень приятно, что пришли. Спасибо. Спасибо.